В прошлом сезоне альмитский нефтяник со счетом 4-1 обыграл в пятом финальном матче серии Ежевскую Ишсталь и завоевал главный трофей ВХЛ Братину. Давайте вспомним, как это было. Это время хоккея. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так что хороший клуб, хорошие отзывы о нем. Тем более чемпионы в прошлом году. Мне кажется, любой хочет здесь поиграть. Через несколько дней команда отправилась на Кипр для тренировок в рамках втягивающих сборов. В середине июля нефтяник провел первую после отпуска тренировку на льду. Тренировка состоялась в Заинске на стадионе Яшле. Команде много новичков. И к тренировкам ребята приступили в разном физическом состоянии. Кто-то в одних компонентах лучше выглядел, кто-то в других. Да, сегодня первая тренировка. Думаю, все будет хорошо. На Кипре со спортсменами проводили трехразовые занятия. Утром зарядка. Затем дневная и вечерняя тренировки. Это дали свои результаты. Спортсмены на льду показали себя в хорошей форме. По итогам первого выхода на лед даже к новичкам у руководства клуба особых претензий не было. Никаких срывов не было. Но все по плану. Никаких. Все хорошо. И уже 21 числа мы ранним утром улетаем в Прагу. И там уже будет такая оставательная серьезная работа. Основной этап подготовки к чемпионату. Основная подготовка к новому сезону шла уже в Чехии. Это было связано с тем, что дворец спорта юбилейный. В этот момент находился на реконструкции. А до отбытия хоккеистам пришлось попотеть на зеленом фитнесе. Проект инсценированной компанией Тайтнефть и руководством города стал настолько популярным в Альметьевске, что каждый выходной собирал на каждой площадке более 200 любителей здорового и активного образа жизни. Хоккеисты не остались в стороне и тоже присоединились к горожанам. Как оказалось, занятие зеленым фитнесом даже подготовленным спортсменам с непривычки показался сложным. Честно, мы даже не ожидали, что будет так тяжело. Первый раз на таких мероприятиях. Это даже физически тяжело. Непривычно. Профессиональные инструкторы настойчиво требуют от участников зеленого четкого выполнения всех упражнений. Это и сложно, и интересно. Бывалые во всяких тренировках спортсмены усердно повторяют. Стараются не выделяться из толпы. Попрыгали, да, сейчас вот растяжка, йогой занимаемся. Это очень полезно для нас тоже, для восстановления хорошо. Особую радость такого соседства по фитнесу доставила мальчикам и девочкам. Очень приятно и интересно принимать участие вместе с хоккеистами в эстафетах и конкурсах. И тут не важно, кто победил. Главное участие – азарт и хорошее настроение. Уже в августе команда побывала на турнирах. Один из них традиционный, посвященный Дню работникам нефтяной и газовой промышленности. Команды «Нефтяник» в Альмитевске любят. Поэтому игры проходили при полных трибунах. Пришли посмотреть, поболеть за родную команду из города Альмитевска. По возможности, когда выпадают такие случаи, обязательно приходим, смотрим, болеют. Кстати, турнир состоялся уже в обновленном дворце спорта «Юбилейный». Я думаю, очень хорошо получилось. Нефтяники подарили такое шикарное. Еще раз говорю, там новое рождение получает варит спорта. Думаю, болельщик будет очень доволен. Прекрасное фойе, замечательные санузлы. В общем, все удобства для болельщиков сожжены. Места для того, чтобы болельщики могли подойти, купить необходимые, так скажем. После тяжелого рабочего дня могли попить кофе. Ну, все. Фактически все условия так и должно быть для нашей болельщики. Площадка стала меньше размерами. Но это для того, чтобы более интересный хоккей стал, более такой контакт. Потому что это как бы подканадский стиль сделал. Я думаю, болельщик даже понравится. Потому что будет больше борьбы. И надеюсь, что больше голова будет. Желательно ворота соперника. Честно говоря, я даже удивлен, что сегодня народ пришел на первый матч. Вроде летний. Ну, летняя игра, турнир такой. Здорово. Значит, люди соскучатся по хоккею. Мы только рады. Еще восьмое число будет полностью. Игра проходила в борьбе на высоких скоростях. По итогам турнира в активе двух команд. Нефтяника и Южного Урала набрано по шесть очков. Согласно положению турнира, при реальности очков в расчет берутся личные встречи. Поэтому итоговую турнирную таблицу возглавил коллектив из Орска. На втором месте расположился нефтяник. Тройку сильнейших замкнул Торос. Комитет по проведению турнира отметил лучших в своих амплуа игроков. Ими стали вратарь Тороса. Павел Хомченко, защитник Южного Урала, Александр Игнатов, нападающий нефтяника Максим Хапов. А самым результативным игроком на турнире стал альмитерц Умет Гельманов. Кстати, в новом сезоне обновился не только дворец спорта юбилейный и состав команды. У команды нефтяник прошел полный ребрендинг. У нефтяника новая форма и новый логотип. Символом команды путем голосования был выбран агрессивный бык, готовящийся к атаке. Новый состав, форму и логотип презентовала команда нефтяник в преддверии стартующего 8 сентября 7 чемпионата высшей хоккейной лиги на фестивале болельщиков. Это новый формат традиционных встреч с руководством, тренерским составом и игроками команды нефтяник перед началом нового сезона. Несколько часами ранее в фойе юбилейного прошел турнир среди спортсменов из маломобильных групп населения, организованный при поддержке хоккеистов нефтяника. А уже вечером начался настоящий праздник. Но вернемся к новому логотипу клуба. Его автор и разработчик Ильяс Бодрудинов рассказал, как появилась идея и как разрабатывался новый фирменный стиль. Я немножко хотел углубиться в то, как мы делали это. Альметьевск за последние два года стал центром. Центром в Татарстане, центром спорта, центром молодости, центром новой активной жизни. И когда наш нефтяник стал чемпионом, мы, конечно же, не могли пройти мимо. И мы должны были сделать что-то новое с ним, что-то оригинальное, что-то мощное, красивое. И тогда мы начали перебирать все качества, которые мы бы хотели увидеть в новом символе. Называли такие качества, как честь, честность, сила, мощь, точность. И когда мы начали переводить все это на бумагу, мы поняли, что этот символ наиболее подходящий. И мы надеемся, что он приживется, что он станет новым символом города Альметьевск вместе с победами хоккейного клуба «Нефтяник». Внимание на экран! Новая форма! 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 Болельщики и фанаты оценили новости любимой команды. Мы поняли, что в этом году будет очень много всего нового, всего интересного. Благодаря поддержке нашего спонсора Татнефти, я думаю, что будет очень интересно. И вот на сцену поднялись герои вечера – хоккеисты и тренерский состав команды «Нефтяник». Новый стиль – многочисленная публика. А у Ацеми встретила своих любимчиков – хоккеистов и тренерский состав команды «Нефтяник». Помощник генерального директора «Татнефти» Рафик Якубов вручил новичкам игровые майки. Конечно, нам приятно общаться с болельщиками. Им, я думаю, это очень хорошо, что мы вот так начали часто общаться. И они за нас болеют, и есть, нам выезд поддерживают. Мы чувствуем эту поддержку. Не зря думаем мы в том году добрались до кубка. Вместе, как говорится, в силу. А потом хоккеисты вышли в народ. Каждый любитель хоккея мог сфотографироваться со своим кумиром и получить автограф на память. Завершился праздник выступлением группы из Казани «Волга-Волга» и красочным салютом. В регулярном седьмом сезоне командам предстоит провести двухкруговой турнир. 26 команд начинает новый поход за Кубком Братина, по итогам которого 16 лучших продолжат борьбу в плей-офф. Альмитску «Нефтянику» предстоит защищать звание чемпиона. Это было «Время хоккея». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова